Надземный пешеходный переход через железную дорогу, который соединит улицу Карла Липкных-Таиленина, построят уже к концу следующего года. Проектирование объекта завершено и получило положительное заключение Мособлгосэкспертизы. Какие работы сейчас там проводят, узнала съемочная группа нашего телеканала. Перегон от платформы Ухтомской до станции Люберца-1 считается одним из самых травмоопасных на Казанском направлении. С начала года здесь погибли 6 человек, а за последние 3 года переход через железную дорогу стоил жизни 34 нарушителям. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на этом участке появится разноуровневый пешеходный переход. С двух сторон это будут бетонные шахты, оборудованные лифтами, в том числе для маломобильных групп. И сам пролет будет достаточно современный, симпатичный, стеклянный. К работам подрядная организация приступит в ближайшее время. Сейчас рабочие занимаются подготовкой строительной площадки. У жителей ближайших домов возникают вопросы, связанные со строительством и дальнейшим использованием перехода. Если сейчас здесь поставить этот пешеходник, соответственно, ну, я не говорю, что там будут ходить только там алкоголики и так далее, но, соответственно, в зимний период времени, ну, хорошее место, чтобы погреться и выпить, да, грубо говоря. У вас будет забор, к вам никто сюда, никакой не пьяный, не трезвый не сможет пройти. Дальше пешеходный переход погреться, ну, он будет неотапливаемый, этот пешеходный переход. Чтобы подробнее ознакомиться с проектом, глава городского округа Люберцы пригласил жителей в администрацию. На возведение пешеходного перехода строителям понадобится ровно год.